всем огромный привет спасибо что сегодня заглянули ко мне на кухню давайте приготовим очень легкое вкусное простое в приготовлении блюдо мое самое любимое летом я его готовлю чуть ли не каждую неделю чтобы она была свеженькая и вкусная это жареная баклажановая икра я думаю вам понравится попробуйте используется небольшое количество продуктов все это вкусные свежие овощи для начала небольшим кубиком нарезаю лук глубокий сотейник добавляю одну столовую ложку топленого масла и отправляю резанный лук обжариваться обжариваю лук постоянно помешивая чтобы он не пригорел а пока обжаривается лук нарезаем морковку тоже кубиком к обжаренному луку добавляю морковь и обжариваю все вместе помешивая баклажаны очень хорошо моем срезаю плодоножку и экономкой обязательно баклажаны чищу так икра будет гораздо нежнее и вкуснее баклажаны точно так же нарезаю небольшими кубиками примерно вот так и отправляю к луку и моркови обжариваю все вместе постоянно помешивая подливаю еще 50 миллилитров растительного масла и хорошо обжариваю баклажаны вместе с луком и морковкой именно обжариваем крышкой не накрываем время от времени помешиваем чтобы у нас не пригорело пока обжариваются баклажаны займемся помидорами помидоры нужно хорошо помыть разрезаю их на 4 части обязательно удаляем плодоножку и тру помидор на терке чтобы у нас кожица осталась в руках натираем до самого конца кожица нам в этом рецепте тоже не нужна вот она вся остается и мы ее выбрасываем также повторяю со всеми дольками трется очень легко и просто и вот так это выкидываем поступаю так со всеми помидорами два крупных сладких перца я запекла в духовке сняла с них кожицу это сделать обязательно нарезаю теперь их тоже перец без кожицы тоже нарезаю помельче в принципе он растушится будет вкусный аромат перчика ну так просто помельче его нарезаем перец отправляю прямо сюда в помидоры баклажаны обжарились приобрели такой золотистый цвет теперь сюда я добавляю помидоры с перцем все хорошо перемешиваем теперь убавляю огонь до минимума накрываю крышкой и буду тушить 40 минут если у вас слишком сухие овощи подливаем немножко водички и тушим дальше минут за 15 до конца я выкладываю чеснок свежий добавляю красный молотый перец кто любит поострее добавьте острый также по вкусу немного черного молотого перца и по вкусу соли у меня соль с приправами обязательно все перемешайте и попробуйте если я закрываю на зиму я добавляю еще одну столовую ложку уксуса довожу все это до кипения раскладываю по стерильным баночкам и закупориваю прекрасная закуска на зиму но я предпочитаю есть в свежем виде перекладываю икру в емкость для хранения это могут быть обычные баночки либо какая-нибудь емкость с плотно закрывающейся крышкой ну и вот такая красота получается нежная очень вкусная баклажановая икра жареная кусочками именно вот при таком способе обжарки когда первыми жарится лук морковка и жарятся именно баклажаны они сразу тушатся икра получается очень ароматная попробуйте так приготовить я думаю вам понравится такая закуска причем ее можно есть прямо сейчас как в горячем виде она очень вкусная также полностью охладить и есть как закуску на греночки на кусочки тоста как холодную закуску очень надеюсь вам понравится и вы приготовите еще не раз и обязательно закроете такую икру на зиму я несколько баночек сделаю так уж точно хотя бы парочку и кому понравится рецепт подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной всем огромное спасибо до свидания и пока 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 Продолжение следует...